Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Начинаю новый влог. Девочки, извините, я немножечко пропадаю, но я вам уже говорила, что я очень хорошо отдохнула в июне, и в связи с этим у меня просто грандиозные планы на участок. Я не знаю, вот возможно, кстати, я все думаю, что, знаете, посещение лого парка, помните, да, я снимала, показывала вам, вот как-то меня, наверное, очень сильно вдохновило. Я хочу навести красоту на своем участке. Муж тоже у меня тут доделывает немножко забор. Я, кстати, сломала свои ногти. Я один ноготь вот этот сломала до крови, девочки, просто это кошмар какой-то. Ну ладно. Сегодня в этом же видео хочу показать, я купила новое платьишко, и вам покажу, где его купила. В общем, такой там предыдущие дни я снимала до того, как сломала свои ноготочки. И также хочу вам показать свою новую мозаику от компании Кубрикс. Вот такая вот у меня коробка. Коробка эта, это собственность моего кота. Вот такую вот я заказала мозаику. Девочки, очень она классная, достаточно крупная, то есть крупные на ней детальки. Я вот такую классическую заказала. Ну это такая классика, да. Вот. И собрали у меня эту мозаику дети. Я думала, что они соберут какой-то свой, своего какого-то героя, я не знаю. Но я вам сейчас покажу, что они собрали. Мозаика очень классная. Вообще все вот эти фото, мозаики, которые собираются по фотографии, вы можете не только фотографию собрать. Можно же собрать и, то есть не только фотографию там кого-то, да, а, например, сфотографировать какие-то цветы в своем саду. И, то есть не только людей, да, и животных, но и какие-то вот, не знаю, растет у вас какой-то красивейший цветок. И вы хотите сделать какую-то картинку из этого цветка, будет вообще супер. Ну или просто какие-то картины, которые вам очень нравятся. Вы можете их, соответственно, загрузить на сайт. Все делается очень просто. И здесь идет инструкция, по которой очень легко как собирать, так и вообще понять, как загрузить фотографию и так далее. В этой инструкции есть ваш код, по которому вы можете, соответственно, загрузить на сайте фотографию или картину, которая вам понравится. Здесь вот также на самой коробке тоже есть инструкция. Если, допустим, это фотография человека, или, допустим, какой-то цветок или животное, желательно, чтобы это было крупным планом, тогда будет очень красивая картина. Называется правильно, это фотоконструктор. Вот так вот выглядит, достаточно большой. И давайте я вам покажу, как загружается, и потом покажу, что же мы собрали. Вы сканируете QR-код, который вам приходит вместе с инструкцией, и прямо на сайте выбираете фотографию. Сразу же можете ее отредактировать, то есть там увеличить, уменьшить, придать какие-то спецэффекты, можно так выразиться, да. Посмотреть, как уже будет выглядеть в готовом виде. То есть, видите, здесь можно выбрать разные варианты, как вам больше понравится. И, соответственно, после того, как вы выбрали, вам приходит инструкция по сборке на вашу электронную почту. Значит, тут у меня уже часть потеряна. Мы распечатываем, ну, я распечатываю вот эту вот инструкцию по сборке, которая приходит вам на почту. Можно не распечатывать, можно с телефона смотреть. Тоже достаточно удобно. Но вот я распечатываю, и у меня тут дети собирали, они вычеркивали те, которые они уже собрали. Остается очень много деталей, девочки. Прям вот можно еще один конструктор. Здесь просто я объясню, почему у меня вы в таком виде, потому что у меня все это раскидал кот. Мы собирали, в общем, кот у нас тоже вовсю участвовал. То есть, вот этих вот деталей остается очень много. Реально, еще можно на одну картину, их хватает вообще много. И здесь также идет ключ по демонтажу. Вот такой. То есть, если вы, допустим, ну, там что-то отвлеклись, ошиблись, вы можете спокойно их убрать и поставить так, как нужно. Давайте я вам покажу картинку. Это моя джусенька, девочки. Смотрите, какая прелесть. Мои мальчишки собрали мне мою джусеньку. Джусенька, это моя собачка, которая должна была быть шпицем, но получилось, что получилось. Вот. Моя прелесть вот такая вот. Так что я обязательно ее себе повешу. И, кстати, в комплект идет вот такая вот еще рамка. Видите, здесь такая вот можно сюда вложить и повесить на стену. Вот эти вот все элементы, они идут, видите, как конструктор. Они очень хорошо держатся, не выпадают совсем. То есть, для того, чтобы их отсюда вытащить, нужно использовать ключ вот этот, который я показывала, для демонтажа. Иначе их вообще, то есть, они очень плотно, очень хорошо. Взяли они вот такой эффект. Прям моя собачка. Очень классно смотрится. Я, на самом деле, думала, они какого-то себе героя соберут, а они мне собрали мою собачку. Посмотрите, какая красота. Давайте я сейчас положу вот в эту рамку. Ну, потом покажу. Сейчас мужу некогда. Муж у меня на работе. Он мне обещал повесить мою джусеньку. Вот. В рамке тоже держится достаточно плотно. Вот в этой вот. Смотрите, вот такая вот картина получается. Красота. Очень красивая, большая. Слушайте, я вообще в полнейшем восторге. Вообще, вот эта вещь, как и данный фотоконструктор, так и алмазные мозаики от компании Кубрикс, это, мне кажется, лучший подарок любому человеку. Этот конструктор имеет достаточно такие крупные детали, и собрать его можно реально за один день. Просто сесть, выбрать картинку, загрузить и собрать ее. Деталей остается очень много. Вам хватит на любую картинку, которая необходима. И, соответственно, вы можете сделать что-то такое красивое, повесить у себя в доме. Возможно, какую-то фотографию. Можно, например, там, я не знаю, со своими детьми какую-то фотографию сделать. В общем, супер. Прямо полет фантазии. Я обожаю эти вещи. Я обожаю как алмазные мозаики, так и фотоконструкторы. Особенности от компании Кубрикс. Я вам уже говорила, что я также часто покупаю их на подарок людям, которые, я знаю, что любят заниматься подобными вещами. Очень рекомендую. Я заказывала на Вайберис. Оставлю вам обязательно ссылку. Девочки, переходите. Покупайте, знаете, летним, таким прохладным вечерком можно съесть и собирать такую прелесть. Ну, как я уже сказала, не обязательно животных и людей. Можно просто какую-то красивую картину, которая вам нравится. А у меня есть теперь вот такая вот джусенька. Осталось мне собрать еще мою собачку Бону Лабрадора и Каспера с Гуни. Вот. Так у меня уже все есть. Вот. Так что супер. Очень вам рекомендую. Ссылку оставлю. Обязательно переходите и заказывайте себе такую прелесть. Вот. Ну, а я сейчас вам ставлю кадры, как мы ездили. Я купила себе вот это платье. Девочки, платье просто потрясающее. Вот сейчас у нас достаточно жарко. Ну, как жарко. Относительно где-то 23 градуса примерно. Светит солнышко. И это платье просто оно не жаркое. Оно хоть и как бы синтетическое такое, да. Но оно просто вот просто потрясающее. За ту цену, тем более, за которую я купила. Супер. Ну, давайте ставлю, покажу вам эти кадры. Итак, поехали мы погулять немножко с мальчишками. И зашли в магазин Globus. Мне он очень нравится. Я считаю, что здесь можно найти достойные вещи. То есть, не только какие-то там, не знаю, синтетика или еще что-то. Много и хлопковых вещей. Вот это платье стоило 699 рублей. Платье классное. Единственное, что проблемы с размерами. То есть, непонятно, какого размера. Размер вообще не был указан у данного платьица. Но оно такое для дома будет мне отлично. И второе платье, которое я, забегая вперед, тоже скажу, что я его приобрела. Это вообще такой хлопок. Очень приятный, струящийся. Простое, простой покрой. На талии резиночка. Стоило оно 599 рублей. Вот в такой расцветке. Других расцветок не было. Ну, в общем, я разные платья там смотрела. Мне оно очень понравилось. Мне понравилось, что оно такое достаточно свободное, приятное к телу. Тоже для дома будет супер. И нашла вот такие футболочки. Да, расцветки их, конечно, такие, можно сказать, детские или молодежные. Но качество футболок мне очень понравилось. И стоимость 199 рублей. Кто-нибудь вообще видела такие цены на футболки? Я нет. Поэтому я взяла все, которые подошли мне по размеру. Размеры там, соответственно, тоже разные, не указанные. То есть, надо было вытаскивать. Просто смотреть по ширине. Здесь я примерила. Единственное, что они просвечивают эти футболки. Здесь я вот примерила вам показать одну из футболок. По мне, так классная вещь. Сверху накинул кардиган какой-нибудь, брючки для дома. Супер. Так, ну что, приехали мы довольны. Давайте я вам покажу покупки. Вообще, ездила туда, чтобы купить шортики своим детям. В общем, они у меня купили вот такие. Ну, здесь вот по участку бегать. Здесь такие вот обычные шорты. Они стоили по вот эти 399, а вот эти по 499. Я считаю, что, ну, они такие наподобие, не знаю, как сказать. Такая ткань у них. Ну, в общем, моим очень понравилось. Вот здесь, правда, Каллин Клейн написано. Ну, ладно, моя мальчишка. В общем, две пары старшему. 499. А вот эти 399. Это младшему. И старшему я купила вот такие обычные спортивные, ну, самые простые спортивные брюки. Такие вот только можно найти. Стоили они 999. Ну, просто спортивные тоже бегать. Здесь и не только ниточки. В общем, кармашки на молниях. Ну, простые. Вот самые простые, такие хлопковые. Не очень тонкие, не очень толстые. Считаю, что отличная цена для таких вещей. Так, ну, и себе. То, что я вам показывала в примерке. Я в примерочной, в примерке, в примерочной. Показала вам также цену на эти футболочки. Я взяла все. Потому что, ну, футболки, это будут у меня домашние футболки. И они у меня уходят, ну, очень быстро. Они у меня и рвутся, и застирываются. И, в общем, всякое такое. Ткань, это, видите, как трикотаж. Я считаю, что просто огонь в футболочке. Значит, вот это вот, которое я показывала в примерочной. Единственное, что они просвечивают. То есть, нужно носить с бельем. Видите, просвечивают. Ну, видно. Ногти мои. Видно, да? Вот. Вот такое. Это я еще самые такие не супер-мега-яркие взяла футболки. Вот такую. I love cat. Ну, это естественно. Вот. Дальше. С бананами. Дальше. С мороженками. Супер. Стоимость просто огонь, я считаю. Поэтому набрала. Буду сейчас летом носить. Потом и зимой тоже в футболках я по дому хожу. Так что супер. И также я взяла вот эти два платья, которые мерила в примерочной. Потому что платья, по мне так супер. Я буду носить их как домашние. Вот эта голубенькая. Она, эта ткань полиэстера. Но он такой тоненький, приятный к телу. Не знаю. В составе написано полиэстер. Но очень приятный к телу. Прям вообще. Вот. И вот это. Это вообще хлопок. Стопроцентный хлопок. Видно даже, что он мнется. Вот такой вот платьице. Очень понравилось. Было бы какой-нибудь другой расцветки. Он был только в такой расцветке. Немножко, мне кажется, оно мне большевато. Но для дома, мне кажется, вообще тоже супер. Такое вот миленькое, симпатичное платье. Сейчас летом буду в них. Я думаю, даже не буду вылазить из них. Вот. Также хочу вам показать. Я зашла в магазин Фамилия. Забежала туда. Ну, быстренько, быстренько забежала. Во-первых, купила вот такую корзиночку для хранения. Смотрите, какая симпатичная. Очень такая прям добротная. Пластиковая. Стоила она. Так, ценника у нее не оставалось. Она стоила 399 рублей. Да, вот такая картинка. 399 рублей. Была еще такая за 499 с крышкой. Но с крышкой мне не нужна была. На крышке такая прорезь посередине большая. Мне нужна вот такая. Супер. И также взяла вот такие щеточки для уборки. Очень удобные, кстати. Здесь с металлической такой штучкой. Вот такая для уборки щетка. Прикольная. 249 рублей. Еще там у меня какая-то скидка по карте. И вот такой вот для мытья. Мне показалось, что она очень удобна. Знаете, например, там крышки или какие-то стыки на сковородках пошоркать. Можно так сказать, да? Вот такой вот для мытья посуды. Прямо она, видите, написана. Щетка для мытья посуды. Тоже 299 рублей. Вот. Вот такая классная. Так, красавчик мой пришел. Посмотреть, что мама купила. Все понятно, да? Для кого я корзинку купила. И смотрите, что я еще взяла сейчас. У меня уже сынок. Сынок попробовал резать траву. Смотрите, какие ножницы крутые. Знаете, сколько они стоили? 299 рублей. В любых магазинах в Обе, например, они стоят полторы-две тысячи. Не знаю здесь, почему такая цена здесь. Здесь. Ну, у меня тут сын травы, правда. Они, кстати, очень острые. Не знаю, может быть, вот то, что здесь какая-то штучка или что. Я не знаю. Очень удобные. Такие добротные, тяжелые. Прямо металлические. Для работы в саду прям огонь. Да, Леофан? За 300 рублей, девочки. 300 рублей. Это вообще, считайте, считайте даром. Вот такие вот ножницы для садовых работ. А кто это тут такой красавчик? Смотрите, какой красивый котик пришел. Это кто такой красивый? Кто такой красивый у меня, да? Кто такой красивый? Ух ты какой. Тебе нужна корзиночка. Давай я уберу. Давай уберу. Садись в корзиночку. Ты не поместишься. Такое. Это у меня тоже помощники такие. Вот. В общем, это все были покупки наши. Там еще мальчишки мои, они у меня вообще поехали. Мы потому что им надо было какие-то там проводки. В общем, в какой-то магазин мы зашли. Там техники всякой. Какие-то проводки им там надо было купить. Он там джуйсенька лежит. Вот тут. Это Бонни дала арбуз. Она не доела. Сейчас надо убрать. Она свою косточку тут грызет. Да, Бон? Бон, а? Не хочет ни с кем разговаривать. Тоже дала. Я сидела и выпрашивала арбуз у меня. Дала. И вот что произошло. Да чем есть арбуз, когда есть вкусная косточка? Нет, на самом деле, Бонна у меня всегда есть арбузы. Ей очень нравится. Дым не очень, а арбуз всегда ест, но иногда оставляет. Не доедает. Да, девчонки мои? Девчонки мои. И вот, смотрите, у него хвост становится пушистым. Красавчик будет. Да? Джуссенька. Джуссенька моя. Скучали. У нас сейчас дождь пошел. Скучались. На полдня уехали с мальчишками. Да? Вот так. Вкусно очень. Она, на самом деле, у них валяется. У нее, как игрушку, используют. Периодически грызут. Зубы зато очень хорошо чистят. Косточки такие. Лучше всех очистителей, которые только могут быть. Да, Ляфан. Ляфан. Вот. Ну, а на общем, буду все это разбирать, раскладывать. Довольно очень я. Особенности вот этими футболочками. Ну, она выплатится. Да, Ляфан. Они всегда хорошо. Ну, и... Также я хотела ответить на вопрос. На самом деле, я уже говорила, что у меня беда с комментарием. Мне кажется, это потому, что я читаю комментарии из ноутбука, из телефона. И, в общем, видимо, те, которые я прочитала с телефона, они не отражаются. Короче, был комментарий, и не первый раз я на него не ответила. Я вычитала по поводу вот этого камышка. Я тут сейчас понавесила себе много чего. Вот этого камышка, да, который у меня вот здесь. Вот я покупала в магазине Sunlight. И на самом деле, я уже там давно что-то ничего не покупала. Как-то сейчас я, короче, занялась садом, девочки. Я вам уже в следующих видео покажу, что мы там с мужем натворили. Очень, мне кажется, ну, я не знаю, задумка у меня прям потрясающая. Ну, короче, вот, постепенно буду показывать. Вот. И как-то вот, знаете, поездка на отдых туда-сюда. И как-то я еще хотела себе Павлопосадский шелковый платок, не шелковый, хлопковый платок купить. И что-то вот не туда меня понесло. Ну, ладно. У меня такое бывает. Значит, из магазина Sunlight. У меня вот эта леска, на которой держится. Сейчас я покажу. Я снимать девочки не буду. С вашего позволения. Я вам оставлю ссылку, если не сгорела, да. Если еще есть. Но я думаю, что есть. Значит, вот эта сама застежка и обрамление вот этого камушка из лимонного золота. Сам камушек это фионетик. И леска у меня вроде бы не силиконовая. Я не знаю. Там, в общем, девушка писала, что у нее потемнело. Потемнело что? Камушек или леска? Если леска, то также в магазине Sunlight можно купить отдельно вот эту леску. И вроде бы там даже, ну, я не знаю, можно на просторах интернета или сходить к ювелиру, например, да. И он вам заменит вот эту вот саму леску. Если у вас, допустим, золотое украшение. Если серебро и потемнело, надо просто почистить. Вот и все. Сам камушек у меня тоже не потемнел. Я вообще одеваю и не снимаю вообще. Вообще не снимаю это украшение. Оно у меня постоянно. Вот. Не знаю. Как-то одно время я его носила очень часто. Потом сняла. Сейчас опять ношу. Мне как бы очень нравится. Не знаю. Мне кажется, со всякими платьями оно красиво очень смотрится. Так вот красиво блестит. Ну, леска не то, что почти не видна. Видна, конечно. Ну, вот так вот получается. В общем, я довольна этим украшением. Да, я, кстати, еще когда его покупала, тоже читала, что у некоторых темнеет вот эта леска. У меня не потемнело, не вытянулось. Не знаю. Ничего с ним вообще не порвалось. Ничего с ним не произошло. Вот. То есть этому украшению, наверное, я не знаю, года три, мне кажется. И все с ним хорошо. Если ссылочка не сгорела, ну, то есть если есть еще в наличии это украшение, но я думаю, что есть, я вам ссылку на него оставлю под этим видео. Вы посмотрите. Ну или да, если вот леску, может быть, как-то сходить к ювелиру, он вам просто ее заменит и все. Или как-то сами. Не знаю. Но я знаю точно, что продаются просто вот эти вот лески с замочком, и с серебряным замочком, и с золотым замочком. И, соответственно, вы можете сюда какую-то свою подвесочку подвесить. Вот. Так что, надеюсь, на этот вопрос ответила. Ну и на сегодня я уже буду с вами прощаться. Все ссылки под этим видео. Фотоконструктор обязательно переходите, заказывайте. Естественно, классная вещь для детей в том числе. Вот. Всех люблю, целую. До новых встреч.